Ну что, мои хорошие, всем привет! Начинаем шоппинг-влог. И сегодня мне нужно определиться более-менее с сантехникой, которая мне нужна. Это ванна, раковина, потому что нужно в ванне делать розетки, и нужны размеры. В общем-то, будем сейчас смотреть цены. Я зашла в мир ремонта. Это H&M, H&M Юг у нас. Сказали, что здесь какие-то скидки есть. Я пойду посмотрю. Вообще, в Леруа, конечно, я уже присмотрела себе то, что я хочу. Ну, не с ванной, конечно, а с мойкой. Посмотрим, что здесь есть и что за цены. Обязательно глянем в зеркало, прежде чем заходить. Мы же должны производить впечатление серьезных людей. Та-дам! Мир ремонта! Олени. Ой, какие хорошие, как настоящие. Офигеть, блядь. Так, кажется, что укусит сейчас. Так, и а где же сантехника? Боже, а люстры еще какие? Пойдемте, люстры глянем. Я, короче, я, короче, тоже не знаю, что делать со светом. Пришла к друзьям, начинаю рассказывать. Вот, хочу, ну, стандартные светильники вот эти, как они там называются, споты, да, или как. Просто в натяжной потолок самое вот простое. А мне говорят, ой, сейчас такие есть светильники, сейчас такие, такое освещение супермодное. Короче, озадачили меня какие-то есть накладные. Я не хочу вот такие люстры, если честно, всякие там, да, вот такое. Мне не особо нравится. Я люблю минимализм. Но при этом говорят, что можно не делать дырку. Есть какие-то накладные классные штуки. Вот, например, смотрите. А что? Симпатично? Симпатично. Сколько стоит? Тринадцать косарей. Блин, и вот эти симпатичные. Ну, вот мерцание, это уже, мне кажется, лишка. А вот за семь. Триста тридцать. Слушай, лень какие классные. Вот я что-то типа того и хочу. Поняли? Без узоров всяких вот таких непонятных. Что-то вот такое красивое. Смотрите, вот это девять шестьсот. Красиво, как светится. Пришли за сантехника, а сейчас еще свет захватим. Вообще, я бы хотела себе свет, чтобы у него было два режима. Один режим, когда я просто тусую по квартире, что-то делаю. Ну, просто ярко, да. Второй режим, это когда у меня съемки начинаются. Я бы включила второй режим, такой прям поярче. Плюс еще свою лампу, чтобы вообще освещение было зашибись. Вот сейчас я спрошу что-то такое и спрошу про накладные споцы. Споцы. Споты. Чтобы не вырезать дырки, а просто как люстра. И узнаю, сколько мне нужно штук на квадратный метр там или вот как оно все делается. Короче, вот у меня глаз-алмаз. Мне понравился вот этот квадратик. И оказывается, он с супер режимами. У него там холодный, яркий свет есть, теплый свет, ночник есть. Он, короче, там еще цвета меняет разные. Вот эти вот все. Ой, смотрите, повключали их. Они очень ярко светят и на мою кухню-студию вообще вот один этот отлично будет. Он стоит 13 300. Вот. Ну, как бы по-хорошему, если надолго брать, то не жалко. Вот кухня-студия. Ой, смотрите, как загорелись. Это вот она пошла включать все. Вот это все меняют режимы разные. Очень красиво. Сейчас она покажет мне, как он меняет режимы. А, вот видите, типа ночничок. А вот теплый, видите, цвет. Офигенно. А вот вообще. Ой, мне вот этот нравится. Чудесненький. А вот этот, типа, должен все освещать, самый яркий. Вот. Ну, в общем, такие дела. Я уже знаю, что я хочу за люстру. Не хочу я никакие споты. Хочу просто такую одну. Классную. Ну, все, вообще, лампочку. Я уже поняла, какую я хочу. Я, наверное, сделаю какие-то разные. Но примерно они все будут вот такие. Да. И не буду заморачиваться с этими вот этими вот штуками. Вырезать что-то там. Кучу всего одной достаточно. Меньше всего и лучше. А моя тетя, кстати, что-то типа того покупала. Но она покупала, кстати, на рынке. Ну, в два раза дешевле, наверное. Надо будет у нее еще спросить. У нее тоже там куча разных режимов. Надо будет спросить у нее. Может, мы еще дешевле сможем такое взять. Так, сантехника пошла. Нам нужны раковины с вами. Раковина должна быть вместе со столешницей. Мы должны посчитать ее высоту и ширину. Ищем. Вот такой вариантик здесь еще нашла. Мне очень нравится вот вид. Минимализм полный. И с доводчиками вот такие вот. Можно не хлопать, да? Классно. Для стиралки стандартная здесь идет. Ширина метр двадцать. Сейчас мне надо померить высоту, чтобы рабочим сказать, где розетки делать. Розетки где-то тут, наверное. О, тут даже пример. В этой стороне может розетки делать? А, у меня будет же здесь. У меня здесь будет раковина. Можно выбрать место. А здесь будут розетки, значит. Так, что тут? Размеры все есть. Это вот она. А, вот размеры. Все, надо будет сфотографировать. И столешница цвет можно менять, да? Вот еще. Темная? А, вот можно менять, да? Вот такая стандартная. Угу. Но мне белая больше всего нравится, поэтому я белую выбираю. Ну что, здесь на самом деле вот один вариант. И сейчас я вам покажу еще вариант, который показали. Он симпатичный. Вот, смотрите, сейчас. Здесь на картинке показали мне, какая есть столешница. Вот, смотрите. Ну да, ну выглядит очень клево, так пафосно. Тут влагостойкая МДФ типа панель, да? Но мне, честно говоря, не очень привычная МДФ панель. У меня все будет в воде постоянно. Мне кажется, она не настолько долговечна, чем просто вот эта керамика, да, или что здесь. Ну, плюс как-то непривычно. Вообще выглядит симпатично. Вот. Но тот вариант мне нравится больше. И раковина мне нужна глубже, чем здесь. Видите? Какая-то она мелкая, как даже не глубокая тарелка. Мягкая тарелка. Все будет брызгаться в разные стороны, особенно когда дети. Вот. Но есть такой вариант. И в цвете могут сделать вот в таком. Вот. Сейчас мы с вами поедем в Леруа. Поедем. Да, поедем. Или здесь можно вообще пройти до Леруа. Вот. И там посмотрим то, что мне понравилось, и ту померяем. Потому что там, по-моему, раковина сама поинтереснее будет. Еще я хотела посмотреть диваны. Смотрите, как много здесь диванов. И я хочу вам примерно показать то, что я хочу в кухне-студии. Какого цвета? Я хочу... Оля, какой симпатный. Сколько стоит? Интересно. Оля. Классный. Валочки. Интересно. Но он займет... Он займет... А, это все приставляется, убирается. Смотрите. Оп-ля. Оп-ля. Цвета красивые. Все цвета, которые мне нравятся. Ну, кроме синего. Можно по синему брать. Он здесь хорошо гармонирует. Потому что здесь вот такие вот штуки. 156 тысяч стоят, девочки. 156 тысяч. Диван кровать. Ну, блин, он красивый. Модненький. Так. А теперь то, что я буду... Так. То, что прикольно и весело. А теперь то, что я хочу. Сейчас я его найду и покажу вам. Ну, вот мне нравится что-то типа того. Видите? Ну, опять же, он какой-то, я смотрю, вот широкий-большой. Ни к чему вот эти вот, мне кажется, спинки. Аж не хочется становиться ногами. Вот он, да. Ну, этот чуть большеватый. Наверное, что-то нам нужно покомпактнее. Чуточку. Чуточку покомпактнее. Ну-ка, пойдемте посмотрим. И я хочу, чтобы еще вот здесь вот было твердое, чтобы можно было поставить что-то. Например, чашку там с чем-то. Так. Ну, вот этот прям большой, габаритный такой. Сейчас. Что-то тут мини-мини и не вижу. Какое-то все, какое-то все крупное. Еще кровать, блин, надо присмотреть. Ну, вот этот какой-то маленький. А вот, смотрите. А, это Аскона уже, глянь, зашли. Вот симпатичный цвет интересный такой. Вот еще тоже прикольно. Но этот совсем большой будет для нас, да. Но смысл в том, что вот, смотрите, да, допустим, вот раз, и вот тверденько. Сюда можно что-то поставить. Мне нравится. А если что-то где-то разлил, то вытер. Вот этот надо. Сколько такое стоит? Тут вот цент что-то я нигде не вижу. Вот так вот, знаете, чтобы не искать никого. Цены нет. Да, надо брать точно, не текстильный. Вот этот симпатичный еще. Но только в цвете другом бы мне надо. Вот интересный. Компактненький. И здесь можно ноги вытянуть, плечи. Но единственное, нету этой твердой, типа столешницы, что ли. Вот белый, красивый, шикарный вообще. Но это так, на один день, мне кажется. Что-что? Что-что? Что-что за подушкой вам по дивану посмотрите. А я думала, нет, я смотрю уже, может, это кредит рассрочка какая-то, 2,800 в месяц. Кредит рассрочка можно. В смысле остальных стоячек. Смотрите, чтобы вы знали, какие кровати мне нравятся. Я что-то типа того ищу. Мой телефон уже 10 тысяч раз упал. Что-то типа того ищу. Это типа велюр или что-то. И цветам вот мне нравится. Либо такой цвет, либо бежевый, либо серенький, светло-серенький какой-то. Может, даже и белый пойдет. Белый, наверное, будет пачкаться. Но вот такой вообще классный. И вот мне нравятся вот эти вот дырочки. Мне кажется, очень классно, если я буду что-то снимать на этом фоне. Что-то такое ищу. Вот эта кровать стоит 70 тысяч примерно с подъемным механизмом. Вот. Цены не написали, потому что цены бы шокировали. Диванчик, который мне понравился, ну там, короче, там 180-210 тысяч рублей. Причем он небольшой и ничего в нем такого сильно особенного нет. Просто качество. Просто качество. Влад сказала, да? Качество. Кровать тоже там 70 тысяч это в среднем. А так она выйдет сто пудов больше, потому что там березовая отделка какая-то вся прошитая. В общем, супер-пупер, конечно, конечно. Но это, наверное, не в эту квартиру. Квартира должна быть супер-крутая за 10 миллионов, чтобы туда уже вот такие вот вещи, наверное, ставить. Так, ладно, сейчас мы поедем в Леруа и посмотрим ту столешницу в ванну. Короче, вот она вот прям идеальная раковина, которая мне нравится. Девочки. Косяк. Раковина справа находится. Видите? И стоит, и цена у нее классная. Вот и 20 тысяч. Но это тоже, наверное, примерно так же 11500 плюс 6500 с тумбой. И тоже получается 17-18 тысяч, да? Ну, здесь посмотрите, какая классная раковина сама по себе. Шикарная. Мне нравится. И большой стол. Тоже метр двадцать. И здесь мне нравится, что они вот такие большие, глубокие. Вот эти вот... Короче, это образец. Глубокие. Вот здесь, допустим, глядя, сколько всего по месяцу. А вот это вообще огромное, шикарное. Видите, сколько туда всего влезет. Вообще. И у них нет, чтобы раковину на другую сторону ставить. Вот это огромнейший косяк, блин. Ладно, пойдемте в свет тогда посмотрим. Ну, в общем, я что-то такое ищу. Еще надо куда-то зайти и посмотреть. А есть, кстати, вот такой вот еще интересный вариант. Смотрите. Тут как-то, видимо, скрыто. Вот то, что должно быть там, да? Как-то вот оно скрыто сделано. Что сюда ставится у нас стиралка. Здесь вот такой выдвижной ящик для каких-то приспособ. Ну и тоже вот какая-то такая раковинка. Симпатично, кстати. Так, это смеситель цена. Вот, раковина такая 11, считай, 10-900, да? Тумба 4-900. Вот, кстати, недолго. Раковина такая. Ну, это просто раковина, короче, со столом таким. Ну, мне хочется вовсю, конечно, сделать. Будем искать. Ну, вот, смотрите, ванна еще 170 на 70. Вот сказали какие-то французские хорошие. Это в Леруа Мерлен. Вот она стоит 9, плюс каркас 2-500, плюс панель закрывающаяся 2-700. Вот такая вот у нас есть ванна. И вот такая за 11,700. Я не знаю, кто в Леруа брал. Скажите, пожалуйста. Мне что-то там в одном на рынке сказали, что, типа, в Леруа нет таких супер-пупер-хороших ванн. А вот это что? Вот классная ванна. Ванна акрил. Что это за ванна? Ну, какая-то большая. 80 ширина. Нет, это широкая очень. Ну, короче, вот, типа, хорошая за 11,700. Глаза разбегаются. Здесь за одной кухню смотришь. Смотрите, как классно. Еще целое место. Еще сидеть можно для ног есть место. Вот такую стоечку я хочу себе домой. Насчет цвета кухни хочу, конечно, светлую кухню. Это темноватая для меня. Сейчас посмотрю. Вот в Леруа не смотрела еще кухни вообще, что здесь. Вот в Леруа, девочки, 8,5 стоит вот такой вот здоровый. Сейчас попросила посмотреть, как он там светится. Вот. Ищет она. Вот это должен на мою квартиру пойти. Ну, красиво вроде смотрится такой пласт. К сожалению, как светится эта большая, мне не показали. Что-то у них там отключено. Но симпатичная и дешевле получается, чем в ХДМ. Вот. Но мы еще будем смотреть. Тетя позвонила. Она сказала, что она на рынке покупала вообще в два раза дешевле. Поэтому мы обязательно туда сходим и сравним цены. У меня, кстати, опять садится батарейка здесь. Я вообще не пойму. Я только недавно заряжала. Я один влог только сняла. Это вообще, конечно, не дело. Но все что, перейду на телефон. Что я хотела сказать, что сейчас мы зайдем в Икею. Там же тоже есть. Ну, я смотрела бюджетные. А вообще-то можно же там и не бюджетное что-то взять, посмотреть. Может, тоже есть. Сейчас буду искать, потому что я должна найти идеальный вариант для меня. Вот этой вот столешницы. Ну, в принципе, даже если я сейчас не найду, примерно я высоту поняла. Розетки уже примерно я поняла, где сделать. Поэтому с этим проблем нет. Но хочется все-таки знать, где я планирую покупать. Стол, раковину. Ну, а в Икея, девочки, вообще нет раковины. Со столешницей подстирал. Так что один вариант у нас пока HDM за 20500. Ну, это вообще, конечно. Так, ну что делать, если вы обошли все известные вам магазины и не нашли то, что хотите в идеале? Остаются рынки. Вот, так что у нас есть рынок один. Он, в принципе, работает. Возможно, я сейчас заскочу даже в него, потому что он недалеко от того места, куда мне надо будет поехать на почту. И что еще? Еще рынки есть. Но на том рынке я была. Мне не нравится. Там все время на месте никого нет. Так работают спустя рукава. Ладно. Но на тот, куда мне деда сказала, я поеду. Сейчас съезжу. Вернулась опять в HDM. Во-первых, я не все, мне кажется, посмотрела. Здесь же не одно место с сантехникой. Я не посмотрела еще в ванной здесь. И не узнала, сколько стоит вот эта вот раковина со столешницей и деревянной. Вообще. Короче, со столешницей и деревянной получается она 7000 дороже. Ну, учитывая скидку, которая у них сейчас 10%, там пару дней действует. Как всегда, пару дней. А потом все опять же на свои места. 25% выходит. Вот. Ну, раз она дороже, то я думала, она дешевле будет. Парень сказал, что она может быть дешевле, потому что там деревянная столешница. Ну, оказывается, она не дешевле. А значит, белая-то больше подходит. Блин, жалко. Влюра идеальная прям для меня. Честно. Прям идеальная раковина. Супер пуперот. Кому надо. Раковина. Кому нужна справа раковина? Вот идеально. Жалко, у них нет следов. Ладно, поищем еще. А, ванны, кстати, посмотрела. Да, от 15000 тысяч ценник начинается. За 20, там за 25 были. В принципе, симпатичные. Акриловые, глубокие. Ну, в общем, три ванны я там присмотрела. Ванну, кстати, не стала показывать, потому что, ну, что вы показываете, они, блин, одинаковые. Все стандартные. Просто с панельками закрывающимися, что очень хорошо, кстати. Я не хочу обкладывать плиткой эту ванну. Вот панель белая, красивая просто. И все, красивая белая ванна стоит. Панельку надо снять. Ты ее снял, залез под ванну, что тебе надо там, достал. Ну, лучше, конечно, не лазить туда-сюда. Но если трубы какие-то поменять или еще что-то, панелька на магните, как там держится, ну, залазит и держится. Надо было вам, конечно, это показать, но я не показала. Потому что слишком консультант, такое ощущение, что он там торопился. Ой, девочки, вот я на рынке, короче. Надо у ребят, походу, спросить. А подскажите, пожалуйста, раковина мне нужна со столешницей под стиралку. Где это можно посмотреть? Раковину, ну, смотри, вот. Вот там подальше. У них раковины будут, да? Ага. Все, спасибо. Так, вот, язык до Киева доведет. Короче, вот так вот рыночек наш выглядит. Сейчас я спрошу. А вот собирать. Скажите, а у вас раковина со столешницей, ванну, под стиралку? Вот такое, где можно вообще тут посмотреть? Есть умывальник, который сверху ставится в стиральной машине. Вот он. Ну, я хочу вот, чтобы, знаете, как вот, как бы идет раковина, а тут идет такая столешница. Такого не бывает. У вас не бывает. Снова сегодня зашла в Леруа Мерлен. Опять увидела эту, увидела эту раковину со столешницей. Идеальная, просто идеальная. Сразу ее захотела. Ну, а там не подходит мне правая раковина, мне нужна левая раковина. Поэтому сейчас еще раз мы идем в ХДМ и смотрим на ту раковину. Действительно ли она настолько меньше и не ложится мне на душу. Так, сразу. Может, к ней надо привыкнуть, походить. А вот, кстати, маленькая такая раковинка, которую можно поставить в туалет. Еще и с полочкой вот такой вот. Закрывай. Закрывай. Короче, определились мы с полкой. Буду брать ту. И не долбать себе мозги. Просто если делать столешницу, то надо будет вот такую примерно вот раковину, да, симпатичную класть. Но это мне не очень нравится, если честно. Корыца такая. Вот такая мне нравится. Мне нравится вот такие вот. Вот такие вот. В Леруа примерно такая. Так, раковины, ванны. Вот что-то такое мы смотрим. Только это у нас. Размер тут стоит. Короче, мы смотрим 170 на 70. 30% скидкой сейчас вот на эту идет у нас скидочка симпатичная. В общем, основная проблема выбора сантехники стала передо мной. Голову ломаю. Ванна и раковина с вот этими делами должны еще подходить по цвету. И у них очень много разных оттенков есть. И если, например, я там раковину выбрала, но я ее планировала не сейчас брать, а как-то потом под нее подстраиваться. Короче, я сейчас выбирала, выбирала, выбирала. И что-то я сейчас смотрю, что-то я довыбирала, что я акриловую ванну хочу себе за 20 тысяч, понимаете. Это, по-моему, круто. Слишком. Акриловую ванну хорошую. Можно и дешевле купить. И я видела хорошие ванны. Мне тогда они еще показались дорогими. За 12, там до 15 тысяч. Все прекрасно, все включено. Красивые, классные ванны. На рынке у нас вот здесь вот были. У нас большой строительный рынок есть. И там прям есть сантехника, огромный отдел. И там прям ванны очень красивые. Я, кстати, не обратила тогда на раковину со столешницей. Возможно, там они тоже есть. И подешевле. А я тут уже эту за 20 тысяч выбрала. Не совсем удовлетворена ей. Ванны там, короче, один вариант только подходит. Так, чтобы они подходили по цвету. Вот это еще один геморрой, блин. Это надо в одном месте брать. Раковину и ванну. Это вот два таких вот момента, которые будут. И они как бы должны по цвету подходить. Конечно, меня это вымораживает. Потому что оно должно по цвету еще подходить. А оно еще по цвету тысячу разных оттенков сделали. Нафига? Белый-белый. Вот. Короче, у меня сейчас голова больна этим всем. У меня есть возможность. Мне сестра решила помочь. И дает мне свою карту рассрочки. На которую я могу взять кое-что. Но так, чтобы было все без процентов, без всего. Я могу взять в Леруа Мерлен, например, что-то, да. Ну, допустим, на рынке я уже не возьму. Там будет уже как кредит. И процент будет большой. И я кредит не хочу брать. Не хочу ответственность там еще какую-то. Чтобы все вот это вот. Короче, кредиты с процентами. Вот это не хочу. А рассрочку, которую можно было бы взять, а потом зарплаты положить на место, было бы очень даже удобно. И сестра мне в этом планирует помочь. И, конечно, для меня было бы удобно сейчас пойти в Леруа Мерлен и закупиться. Но я сейчас выбираю даже самые дорогие акриловые ванны. Там какая-то французская и так далее. И все равно я читаю, что отзывы не очень хорошие. То там пятая ножка какая-то короткая, то там что-то борта кривые какие-то. Прям, ну, пишут не очень довольны всем. Да, там 3,5 рейтинг всего этого. И я думаю, блин, не хочу. Там еще отдельно все покупается. А вот куда я ходила, там все в комплекте идет уже. То есть для ванны, например, каркас этот. Красивая такая панелька, которая закрывает все это. Короче, хотелось бы все взять в Леруа, конечно, но нет. И уже, наверное, с зарплаты поеду на рынок все-таки. И в ванну с раковиной надо будет брать там вместе, чтобы оно все подходило по цвету. И единственный момент, что мне еще, понимаете, мне еще будут делать полки специальные. И хорошо бы, чтобы ванна уже сейчас взять ее, чтобы ее поставили и вымерили там все. Но сейчас я не могу ванну взять. А в Леруа я не хочу ее брать. Короче, видно по мне, да, что я уже вымотана просто всеми этими выборами. И вот я еще думала по поводу того, чтобы поговорила сегодня с рабочими, чтобы они мне столешницу сделали, там, да, как-то ее плиткой, может, облагородили. Короче, еще варианты выбрала. Это получалось бы и дешевле, чем раковина со столешницей. То есть можно было бы сделать просто каркас такой, да, они там делают плиткой обкладывают. И накладная получается раковина. И все. И они бы там все вырезали, все сделали. Но, честно говоря, мне не очень нравится вид такой. И более того, заморочка просто трындец. Это выбор плитки. Это как она должна там лежать. Это как она должна все стоять. Это какая раковина, накладные раковины мне не очень нравятся. Это какая раковина должна быть. Короче, я только начала об этом думать и думаю, не-не-не-не-не. В те дебри я не полезу. Я куплю все готовое. Так что такая задача у нас стоит. В общем, завтра утром я встаю. Созваниваюсь с нашим прорадом. Про прорадом. Прорабом. Мы едем за плиткой. Еще параллельно надо с ним решить, можно ли все это сейчас вымерить без ванны. Уже надоело так об этом думать и по всем. Пришла в Леруа. Сделать заказ мне нужно онлайн. Блин, как удобно. Я скачала приложение Леруа. У меня здесь вот такой вот сканер открылся. И сейчас я просто подхожу к товару, который мне нужен, прикладываю сканер и он у меня отображается в магазине. Я его пишу добавить и сколько нужно. Вообще так удобно. Зачем тебе переплачивать лишние 200 рублей? Ладно. Так, смотри. Ой, глядь, он уже... Я его даже не приложила, он уже сам отсканировал. Сколько нам нужно? Один. Один. Дальше. Как много нужно тяжелой штукатурки. Я в шоке. Девять, да? Все. Девять. Теперь смотри. Мы взяли клей для керамической... Просто на кассу. Она неподъемная. Взяли гипсокартон. Это то, что у меня в туалет будет стоять сзади. Взяли две, потому что до конца нужно делать. У нас еще останется еще на полочке ванну. В общем. И профиля. Теперь поедем. Приехали на погрузку в Леруа Мерлен. Вот здесь. Вот все мое здесь. Сейчас будем плиточку класть туда под низ. 33. 33 коробки. 33 красивые мои плиточки едут. Цвет шикарный вообще. Покажу. Красивая... Боже мой. Мешки тут. Мешки надо убрать. Вот, оказывается, как все просто можно делать. Когда машина у тебя соответствующая. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Масштабные работы. Супер. Я, кстати, видела, где это... Кровать сделали из таких поддонов. Можешь мне пригодиться. Так, плитка, провода. А, гипсокартон теперь на место. Еще, еще, давай. Стой. Три машины. Подожди, Саша. Ногу убирай. Давай, мешки. А, вот еще. Вот еще наши. Холодно. Так, все, села в машинку. Ребята поехали разгружаться пока под, ну, в квартиру. Я сейчас доеду. Все проконтролирую. Вот, как-то на своей машине поспокойнее мне, когда за рулем я. Фух, как это все дело такое, как бы, интересненькое, классно, но вот это ожидание. Я в интернет-магазине заказала все, и вот пока ждешь, целый час собирают вот это вот. Уже утомилось прям. Так, все, едем на квартиру. Мне еще линолеум там надо разложить сегодня. И вещи я уже собрала кое-какие, брат мне уже их начнет потихоньку перетаскивать. Ну, об этом отдельное видео еще будет. Всем привет. Поехали в итоге мы на рынок, на Атлант. И здесь нам посоветовали Сантехмир. Сантехмир называется. Огромный магазин всякой сантехники. Они работают, как вот у них есть в наличии. Еще у них куча каталогов, по которым можно заказывать все. В итоге я захожу сюда, представляете, я говорю, покажите мне столешницу под стиралку с раковиной. И он достает мне журнал, который в ХДМе был, журнал. И показывает точно такую же раковину. Я говорю, сколько у вас это стоит? Там стоит 20 500, а здесь она, получается, за 18. Тремя ящиками в итоге решила взять. И уже прошлась, поузнавала. Все-таки так сложно, оказывается, найти эти столешницы. Так, чтобы они идеальненькие вот такие вот были. Поэтому, в общем, мама говорит, бери и не думай. И тут же они в этом магазине подобрали нам ванну. Взяла ванну акриловую. Цена ее 13 тысяч. Нам тоже сделали небольшую скидочку. Плюс доставка, короче. Ну, так и получилось. 13 тысяч, короче, доставка бесплатна. Вот так. Вот. Под цветы, чтобы идеально подходила вот к ней. И такая просторная, в общем-то, ванна. Сегодня ее через час должны уже нам доставить. А столешницу, так как у меня на нее не хватает, я оставила залог. Они уже ее закажут. И потом зарплату я ее заберу. Вот так вот удобненько здесь можно сделать. Такой сам хозяин торгует здесь с ребятами. Вот. Вон у них второй этаж. Два этажа здесь, короче. И прям все супер замечательно. Народу просто у них вот так вот ходит. Так вон еще тут корпус у него тоже. Вон, видишь, написано. А, еще и тот корпус. У него тут, по-моему, это целый город. Сантехнический город. В общем, сделал нам скидочки хорошие. И все вот как-то быстро. И, в общем-то, дешевле, чем в магазине большом. Вот. Сейчас мы едем, в общем, будем ждать уже через часик где-то. Через два будет ванна. Сейчас мы перекусим с мамочкой. Да, есть хочу. Да. Зайдем на квартиру. Там уже рабочие работают. Скоро будут класть плитку. Ну, вот как раз ванна им, чтобы они от ванны отталкивались. Вот такие дела. Та-дам! Приехала ванна к нам. Короче, долго выбирала это. Но теперь вот прям она приехала. Я прям довольна, что именно такую взяла. Она с такими небольшими вот здесь выемками. Она полуовальная. И тем самым больше внутри места. Как бы мне сначала другая понравилась. Она была такая круглая. Но у нее, получается, уже был бы срез. Ну, как бы забиралось бы пространство изнутри. Ну, короче, мне вот это вот прям идеально нравится. Панелька чисто ровненькая. Такая каркас. Вот панелька с выступом небольшим. Каркасик. Вот он. В общем, все есть. Будем скоро ставить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok